Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Видное ТВ, программа Квартирник. И сегодня я пригласил в гости, а в том числе к себе, а значит и к вам пригласил в гости, вы знаете, я хотел сказать, и теперь перед эфиром, хотел сказать, что звезду российской эстрады Найка Борзова, и с удовольствием это говорю. Найк, добрый вечер! Да, добрый. Скажи, пожалуйста, тебя я представил, давай представим ребят, которые сегодня будут играть вместе с тобой? Хорошо. Лёв Кузнец, барабаны, Джон Шигой, бас и Сергей Нинашев, гитара. Сергей Нинашев, гитара. Сергей Нинашев, гитара, Алексей и... Джон. Джон. Ребят, у нас есть такая традиция, что вот прямо сначала, чтобы наши телезрители знали, о чём сегодня пойдёт речь и какая будет сегодня музыка, мы сразу им предлагаем что-нибудь послушать, а вам сыграть. Давайте попробуем. Где микрофон? Сейчас он вот это сделаешь, потому что когда ты говоришь, монитор убирает. Понятно. Твоя загадка прекрасна, ты само совершенство, я это понял, как только мы повстречались однажды вокруг тебя постоянно. Перемещаются люди, и с неба яркие звёзды ты получаешь в подарок. Я раскрываю душу, тебя впуская в сердце, всё на показ, всё наружу. Ты входишь в грязных ботинках, В кровь бросаешь окурки И на костях вырезаешь Своё прекрасное имя Ты хочешь выше и дальше Панипулировать с нами Но там, наткнувшись на стену Ты разрываешься в плотье Я раскрываю душу, тебя впускаю в сердце, всё на показ, всё наружу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мы повстречались однажды... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что это за альбом? Я знаю, что он называется, по-моему, «Изнутри». В апреле будет премьера этого альбома. Скажи, какие внутренности ты хотел бы изобразить в этом альбоме? Обнажить, я бы даже сказал. Ну, скажем так, не физические внутренности. То есть это пластинка изнутри, которую многие ждали практически 8 лет. Начиная с «Занозы», несмотря на то, что я там выпустил альбом «Саундтрек к страху и отвращению» в Лас-Вегасе, к аудиокниге недавно. Все равно, в общем-то, эта пластинка за 8 лет такая большая, с песнями, где будет 12 треков и новых, большая часть. Ну, плюс еще те, которые уже известны. «Ветер», «Полет», «Свежая кровь», «Начало дня», «Подари мне грусть свою». Вот, и пластинка такая, большая часть вещей я написал где-то, ну, за последние, наверное, полгода, чуть больше новых песен. И, скажем так... Найк, если можно, чуть ближе к микрофону, потому что, да, все-таки... Скажем так, что пластинка – это как бы о внутреннем таком перерождении человека вроде, если так грубо говоря, если человек, если так представить, человек там на троне такого хозяина природы, вот он идет по улице, и вот он чувствуется, что идет как бы центр вселенной, да, такой. Вот, и как бы вот с такого примерно состояния, когда все абсолютно не имеет значения никакого, человек падает вниз, вот, на дно собственной такой ничтожности некой, как бы, ну, ничтожности, в общем-то, такой вот обычной, живой некой вот этой молекулы, которой, в принципе, мы и являемся в одной большой вот этой субстанции космической, энергетической. Вот, и умерев, как бы, нужно пройти обязательно, пройти через смерть, как бы, это здесь, это непременные условия, как я вот сделал перед выходом альбома, то есть я вот пережил смерть некую, да, вот, для себя. И, соответственно, здесь человек перерождается, и, полюбив себя настоящего уже, вот, начинает нести внутренний свет в окружающую его реальность. То есть, перед тем, как это произошло, он нес дестрой, разрушение некое, то есть, как бы, некий эгоизм такой. Ну, философия, философия, ну, более-менее понятна альбома, а в музыкальной, в музыкальной составляющей это будет тот же Nike? Или что-то мы услышим новое? Я имею в виду в звучании, вот. Ну, звук в этой пластинке, он, конечно, отличается. Нет, это Nike Barzow, как бы, как ни крути, в принципе. Но звук этой пластинки отличается и от Занозы, и от Супермена, и, в принципе, от всего того, что я делал до того. И, как бы, к этому я подошел. Ну, я писал три года, вот. То есть, здесь это, наверное, самая долгая работа над альбомом, которая была в моей жизни. Поэтому здесь я очень долго искал звучание, и когда я его нашел, то есть, пошла тема. И изначально в звучание мы закладывали такой позитивный такой момент, вот, именно в звук барабанов, там, гитар какие-то. То есть, некое даже очень, скажем так, грустные песни, они звучат очень светло и, как бы, так не оставляют. Если не секрет, а уже есть какая-то определенная ротация на радио, может быть, на телевидении? И какие-то песни, может быть, из нового альбома уже можно услышать в эфире? Ну да, многие из них. Ну, не многие. Вот я уже называл «Подари мне грусть свою». Она крутилась на многих станциях и крутится до сих пор. И «Свежая кровь». И, собственно, на ветер снят клип в интернете, можно посмотреть. Он тоже крутился на каких-то каналах. Что-то из нового альбома мы сегодня услышим? И вот песня «Радоваться», которая сейчас крутится на радиостанциях, и плюс она уже на первом месте «Радио Максимум». Так что все, кто хочет поддержать, так сказать, меня и песню «Радоваться», можете проголосовать спокойно там или послать смс-ку за нее. И, собственно говоря, она вот крутится на радио, и сейчас, я думаю, будет новый сингл какой-то, который я даже еще не знаю какой пока. А мы можем сейчас это услышать? Радоваться можно, да. Порадоваться можно. Давайте все вместе порадуемся, вместе с нашими телезрителями. 541-2540. Звоните, если будут вопросы. Видное, вперед! Я хочу узнать, что ты делаешь сейчас, что ты делаешь сейчас. Я хочу видеть выражение твоих глаз, выражение твоих глаз. Радоваться с тобой И переживать с тобой Я хочу быть тем, то, что держишь ты сейчас, то, что держишь ты сейчас. Я хочу чувствовать, что чувствуешь сейчас, что ты чувствуешь сейчас. Я хочу быть тем, то, что ты делаешь сейчас, то, что ты делаешь сейчас. Я хочу быть тем, то, что ты делаешь сейчас, то, что ты делаешь сейчас, то, что ты делаешь сейчас. Я хочу быть тем, то, что ты делаешь сейчас, то, что ты делаешь сейчас. Я хочу быть тем, то, что ты делаешь сейчас. Давай. Спасибо. Спасибо. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот хотелось бы сказать Найку лично, что очень неожиданно было так увидеть на канале Видного его милое лицо. Очень приятно. Не изменился. Изначально подумал, что какая-то старая запись. Молодо. Очень выглядит хорошо. Хочу сказать сейчас спасибо большое за твое творчество. И хотелось бы услышать какую-нибудь старую песню. Может быть, письмо от Мэри Джеймс или воздушный шар. Что-нибудь старое, доброе. Спасибо. Спасибо. Я думаю, что мы обязательно, Найка, еще попросим спеть что-нибудь старенькое, добренькое. Вот видишь, ты совсем не меняешься за эти годы. И только телезритель не заметил, что я тоже не меняюсь. Мы с тобой начали разговор по поводу альбома. Скажи, где и когда будет презентация, чтобы наш телезритель при возможности мог бы попасть на нее? Презентация состоится 23 апреля этого года в клубе «Икра Московском». Первая премьера. И плюс еще, скорее всего, мы с этой презентацией прокатимся по стране. То есть каждый мой концерт теперь будет до следующего альбома. Это презентация этого альбома. Потому что я решил, что не буду заключать договора ни с какими рекорд-компаниями, которые, в принципе, бесполезная тема сейчас. И поэтому решил продавать пластинки только на своих концертах и в интернете. Скажи, пожалуйста, а что за примерный показ наблюдателей планируется на презентации альбома? Или показ авторского фильма «Наблюдатель». Да, можно так сказать. Это фильм, который я снял в процессе записи альбома. И просто ездил куда-то, и дома там что-то, и по улице ходил. И вот какие-то моменты такие. И просто фильм «Наблюдатель» называется. Психоделическое такое авторское кино. После эфира, если позволишь, пока наши телезрители не слышат, я попрошу у тебя этот фильм в домашнюю коллекцию. Будет готов обязательно. То есть ты сам режиссер, сам оператор, сам, в общем, все это делал? Режиссеры, операторы, плюс мне помогали люди тоже как операторы и как монтажеры. Давно ты увлекся режиссурой? Да я не увлекся, в общем-то. Ты не увлекся? Нет. А мне кажется, человек, который вместе играет, вместе сочиняет что-то, он уже в большей степени, мне кажется, режиссер. Ну, в общем, да. Поэтому мне нравится, в принципе, ну, как бы режиссировать, в принципе, пространство. А кино – это все, в общем-то, из разряда использования технологий. Технологии я тоже очень люблю, и поэтому использую современные гитары. вот, или вот снимаю кино какое-то там, клипы для группы «Инфекция» тут снимал. это все, скажем так, как сказать, не увлечение. Это, как бы, части всего одного и того же… Да нет, это все части одного и того же просто вот этой режиссуры пространства. Найк, скажи, пожалуйста, ну, я думаю, что многим известно, в том числе и мне, что какое-то начало определенное творческое было у тебя с группой «Инфекции», такая пан-группа, да, потом она куда-то пропала. Какова сейчас судьба этой группы? В 2006 году исполнилось 20 лет, и мы ее возродили, в общем-то, уже немного в обновленном составе, и за три года до 2009 записали, выпустили сборник лучших песен, сняли DVD-концерт, фильм-концерт «Best for Girls» и «The Best Infections for Girls» назывался «Сборник лучших песен», и записали два полноценных альбома в 2007 очко, и в 2009 альбом назывался «Ужаснись и преклонись». Вот, мы, в общем-то, собирались, вот Леха, кстати, тоже участник «Инфекции», вот, последнего созыва, так сказать. Вот, собственно говоря, мы собрались не для того, чтобы там что-то там кому-то доказать или заработать денег, то есть нет, мы не давали практических концертов, выступали там на таких каких-то массовых мероприятиях типа «Нашествия», или вот мне очень понравилось выступить, мы с «Инфекцией» выступали, например, на фестивале, устроенном партией «Единая Россия», да. Ничего себе. И вот под этими знаменами мы пили сиськи, порно там, то есть это было вот угарно реально, то есть люди не понимали, как реагировать, то есть они нам и факи одновременно показывали, одновременно их несло конкретно, они танцевали и показывали нам факи, это было круто. Ну, слушай, я не знаю, честно говоря, после этого тебя приняли сразу в эту партию? Нет, мне предложили купить «Орден Героя России», но купить. Скажи, пожалуйста, вот сейчас с тобой, ребята, вы не скучаете, потому что мы еще пообщаемся, естественно, вот скажи, в большей степени тебя воспринимают как все-таки солиста, в том плане, что как тебе комфортнее выступать? Одному или вот с группой? Ну, в принципе, люди вообще одиноки, я считаю, по жизни, как бы, несмотря на то, что они рожают или женятся, или выходят замуж, вот, и несмотря на то, что у них есть родственники, все равно человек он один, вот, по большому счету. И мне комфортно, и, ну, и с друзьями мне комфортно, как бы, я получаю удовольствие от того, что я делаю, и поэтому здесь неважно, делаю я это один или делаю я это... Ну, конечно, это разная тема, то есть это разные, как бы, и поэтому мне нравится и так, и так. Пишу песни я в одиночестве, а играем мы и записываем само собой вместе. И последнее, что хотел бы узнать по этому вопросу объединяющему. Всем известно также, что ты играешь еще и по сей день в известной группе ХЗ. Бывает, но не то, чтобы я играю, или там, как-то, как меня бегемот окрестил, я почетный член этой группы. Да-да-да, полноправный участник такой. И как бы, чтобы как-то там не складывалось, в некоторых альбомах я не принимал участия, но когда заезжаю в студию, и они там что-то записывают, я непременно там пару песенок спою. Скажи, пожалуйста, вот одно направление, да, инфекция, ХЗ, Nike и так далее, насколько все это с тебе соединяется полномасштабно, органично. Ну, как видишь, соединяется, пока не разогналово на две части. Пока вижу. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот я бы очень попросила, чтобы Найка исполнил сегодня песенку «Я маленькая лошадка». Мне очень она нравится, я с удовольствием могла бы ее послушать сегодня. Я думаю, что не только вы, многие наши телезрители хотели бы послушать. Ты знаешь, Лайк, я уверен, что мы не избежим этого. Не избежим, что наши телезрители будут звонить и просить именно то, что вот известно, нравится, за что, в общем-то, наверное, полюбили Найка Борзова. Давай сыграем? Ну, не знаю, мне кажется, стоит подождать еще лет десять, и когда вот начнется дискотека девяностых, тогда вот я вот уже начну петь опять лошадка. Тогда уже все, мы уже можем... Уже я не отмажусь. Уже будем рубить капусту на дискотеках девяностых, это абсолютно точно. Что мы сейчас играем? Следующая песня новая, носит название «Подари мне грусть свою». Микрофончик, пожалуйста. Подари мне грусть свою «Подари мне грустью» Это все, что нужно мне, это все, что я скажу. «Завтра ночью при луне, положи ее в мешок, где уже лежат боли, страх твои. Я отправлюсь на восток, поезжай туда и ты, туда, где нет ничего, где нет никого. И птицы не такие, как здесь, где солнце идёт, а звёзда не видишь, ты видишь. Возьмём дорогу мы сны, мечты и люди свои. Возьмём дорогу мы сны, мечты и люди свои. Возьмём дорогу мы сны, мечты и люди свои. Лучше нас вперёд. Это всё какой-то бред, бред и больше ничего. Я боюсь тебя, шум за дверью, кто там, кто. Ты ползаешь и сбиваешь, пасть глаза в крови. Уходи, прочь, сука, оставь мою душу, оставь мои сны, оставь мои сны, оставь мои сны. Там, где нет ничего, где нет никого. И птицы нет, такие, как ты есть, Где солнца нет, а звезд не веришь здесь. Возьмем дорогу, мы сны, мечты, иллюзии свои. Ты видишь меня, я не верю тебя. Там, где нет ничего, где нет никого. И птицы нет, такие, как ты есть, Где солнца нет, а звезд не веришь здесь. Возьмем дорогу, мы сны, мечты, иллюзии свои. Ты не веришь мне, а я не верю тебя. Подари мне грусть свою. Это всё, что нужно мне. Это всё, что я скажу. Я в тропочной приемлю. Спасибо. Спасибо. Найк, вот пару минут назад ты говорил о том, что сам занимаешься распространением своих дисков, альбомов и так далее. Давай вспомним тот период твоей жизни, когда ты работал с Олегом Нестеровым. Насколько он всё-таки помог тебе в твоём развитии? Либо наоборот, что произошло, что ты вот решил заняться именно сам, своим продюсированием? Ну, роль Олега, она такая, очень на том, в тот момент, когда нужно было протолкнуть материал, очень большую роль он сыграл. И главное, что он поверил в этот материал, и был в нём уверен. И его влияние как продюсера в плане того, чтобы поддержать там, как-то настроить, ну, тоже очень серьёзно сыграло роль в моём становлении в то время. Потому что, в принципе, я был уже таком близок к такому немного... Уже близок к абсолютному разрушению внутреннего мира своего сам. То есть такое саморазрушение, доведённое до экстатического какого-то такого состояния. И Олег поверил, пробегал, как он там доказывал всем, что «Три слова» — это шедевр, в том числе и мне. Потому что я её не хотел вставлять в альбом. То есть эту я песню записал, написал и записал с группой «Порка Мадонна», которая, в общем-то, просуществовала там недолгое время. Но Олег, когда услышал эту песню, очень долго меня уговаривал, собственно говоря, вставить её в «Супермен». И я, в общем, дней через пять, я, в общем-то, согласился. И мы, ну, при условии, что мы её запишем так же криво, косо и коряво, вот как она в демо звучит. Вот, ну, при этом условии он согласился, конечно. То есть на запись он особо не влиял на музыку, то есть то, что я там делал. А вот именно с точки зрения вот этих моментов он мне очень сильно помог с точки зрения именно продавить материал. Потому что я помню, там на русском радио работал человек, который сказал, что «Найк Борзов здесь будет крутиться только через мой труп». Вот. Ну и, собственно говоря, через полгода его уволили, и «Найк Борзов» там был в первых местах с песней «Трясово». Надеюсь, его труп не всплыл в Москварике. Скажи, Найк, такой вопрос. Вот многие, многие приходили сюда ко мне в гости. Многих я знаю ребят, музыкантов, которые играют где-то в каких-либо помещениях. Вот скажи, вот этот шаг от подвала до сцены Лужников, как этот шаг? Посоветуй, как его можно пройти? Ну, я не играл по подвалу, в общем-то, никогда особо, честно говоря. Я просто в них репетирую. Ну, в подвалы, ну, мы знаем, о чем мы говорим, да. Ну, я сейчас играю в небольших клубах. Это никуда не ушло. Бывают даже такие акустические концерты, даже без барабанов, без бас-гитары. Ну, вот вдвоем с Серегой едем и играем, например. Ну, а как произошло, и что посоветовать? Ну, не обламываться, если действительно ты веришь в то, что делаешь. Это как бы, ну, это пробьется. И если это действительно талантливо и интересно, то это будет услышано и оценено. Потому что сейчас, в принципе, такая ситуация, что мало того, чтобы просто вот вложить бабла в какой-то беспонтовые сиськи или в задницу, не знаю, не важно. Либо там в гомосексуалистов, друзей, там каких-то любовников. Это не важно. То есть сейчас мало это сделать. Нужно реально иметь что-то, там, не знаю, адскую харизму какую-то, или там материал очень хороший. Я понимаю, конечно, деньги никому не помешают, в общем-то, для того, чтобы их вложить там в какой-то промо. И я тоже вкладываю, как бы то, что зарабатывали на концерты, я вкладываю в записи и в промо этих записей. Вот, понятное дело, я там, может быть, не Олег Нестеров, и у меня там не такие там какие-то друзья, например, или еще что-то там, не так давно я в этом мире. Но все равно это... люди это слышат, и людям это нравится. И их армия растет, и я это вижу каждый день. Чтобы подвести небольшую черту под этот разговор, скажи, пожалуйста, вот когда ты сам для себя понял, что то, что ты играешь, то, что ты сочиняешь, что это действительно интересны людям, а не только кругу близких, друзей, ну, как бы да, это бывает на кухне. Когда я понял, что это интересно, ну, где-то... Ну, не знаю, уже в 90-х годах я понимал, что это что-то интересное. Вот. Ну, после того, как начал писать, наверное, сольные пластинки, потому что инфекцию я никогда серьезно не воспринимал, так же, как и ХЗ. То есть всегда это был какой-то некий отвесон постоянный, то есть это вот... мы вот собирались, никто ничего вообще не знал, и вот прям по ходу сочинялось все. И тут же и записывалось это. Вот. А здесь, как бы, понятное дело, это вот моя, это вот то, что я есть. Как бы в моих сольных работах тоже есть там какие-то и циничные нотки, и юмор, там, не знаю, и... Может быть, и матершина проскакивает, так скажем так, срамная лексика. Но все-таки романтизм — это моя основная такая вот тема, и мне это состояние ближе всего. То есть не то, что ближе, это вот мое естественное состояние. А если у меня возникает какой-то протест против чего-то или еще что-то, я хочу высказаться на какую-то более бытовую тему, я возрождаю группу инфекции. Отличная жизненная позиция. Давай что-нибудь сыграем. А можем что-нибудь вот из старенького? Вот если вот наш телезритель попросил, и я... Да, как раз вот из старенького сейчас. Очень древняя песня. Даже более древняя, чем лошадка. Вот у меня не играет гитара. Вот более древняя, чем лошадка, песня. Вот записал я ее в первый раз... А, нет, вру. Нет, все-таки более древняя. Записал ее в первый раз в 1994 году, в альбом «Закрыто». Тогда она звучала в ля-мажоре. Теперь я ее переписал в альбом «Заноза» 8-9 лет назад. И она теперь называется «Находящая утешение в самоубийствах», исполняется в ля-миноре. КОНЕЦ Дай мне проверить прочно Твоих ресниц прозрачность в глаз. Я изучил состав твоих слезь И написал об этом рассказ Во всех журналах мира Его издали на всех языках И ты теперь плачешь каждый день И режешь вены на руках Перерезая горло свое Ты вспоминаешь о том, что есть я И при этой мысли всегда Из-под юбки твоей Выползает змея Мозг твой враг твоих снов Сердце твое Поведом гонит раствор Белый раствор мышника Смотри, как прекрасно будет Похоже, на чье ты лицо На чье, дай Бог, вспомнить Когда она твое Когда ты увидел смерть Заглянувшую в наше окно Солнце тоже лицо Но мы не знаем этого Отними до него Из-за яркого свету в глаза Заглянувшую в наше окно Смотри, как светит солнце Смотри, как тает облака Погода будет, как никогда Легка тепла и нежна Лишь только легкий вечер Шалун, отбившийся от зимних туч Волнует волосы твои и мои Бежим пробовым вместе Но и боль Но и боль ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Найк, давай поговорим не только о музыке Я знаю, что у тебя и ты сам Многогранен Что называется А что за история с аудиокнигами? Ну, такая история, в общем-то, несложная Сейчас это очень популярное направление Потому что люди перестали читать книжки И в основном заняты какой-то такой Ну, мирской суетой Чтобы заработать Там, не знаю Выйти замуж удачно Или еще что-то И поэтому в машинах Самое удобное В плеере То есть ты вставляешь дисочек Либо сгоняешь это все себе на iPod И слушаешь Либо на iPhone Там какой-нибудь И В принципе, я вот очень любил этот стиль Вернее, это направление Вот этих радиотеатров Ну, вот Когда по ролям Люди по радио читают Вот эти вот Произведения И в детстве очень заслушался этим И было очень Ну, так Не то, что обидно Ну, неприятно И, в общем-то, жалко, что Это закончилось Где-то в 90-х Вот И когда мне предложили Проучаствовать в аудиокниге Мне показалось, что это очень интересно Вот как раз Из той области радиотеатра То есть где ты можешь изображать Любого человека Там Прикрепить себе бороду Сделать из себя там Что угодно И мне вот нравилось Это То, что диджеи Как бы они Я вот как-то помню Ну, даже у ХЗ Есть песенка там Про радиоведущую Да, вдруг это переодетый мужик Да, и вот мне нравилось Что можно перевоплощаться Никто тебя не видит Угорать просто там Ну, просто Вот это вот настоящий театр Как бы мне кажется Когда нет людей Когда только голосами Настроениями Вот этими шумами Какими-то Вот, в принципе, у нас Инфекция началась Примерно с такого театра Мы как бы брали книжку Какую-нибудь дурацкую Там, сказку И человек 15 сидел Там и била гантелями По полу Там, озвучивая Там, удары Там, по какому-нибудь корыту Там, старухи Перед Ну, не знаю Ну, какого-то Вот это По ролям Там все Причем голоса Совершенно не совпадали Был абсурдизм Северализм Вот мне это все Ты доволен проделанной работой? Да, мне нравится И саундтрек неплохой получился Я его даже Периодически так переслушиваю Особенно он Очень хорошо идет На побережье Какого-нибудь океана Где-нибудь в Индии Там, не знаю Или в Тае Ну, где-нибудь в Азии Живательно Скажи, пожалуйста Ты сказал, что действительно У людей порой не хватает Времени взять книгу в руки Хватает ли у тебя времени? Что вот из последнего Скажем так Ты прочитал? Ну, я не слушаю Ни аудиокниг Не читаю в интернете Книг Ни на телефоне Я читаю книжки И мне это нравится Мне нравится Вот держать в руках Мне нравится Картинка Что там какая-то То, что она разрывается Мне нравится То, что К концу прочтения книги Она из новой Превращается уже Вот в кусок Там Любимой материи Там, не знаю Или как бы Вот мне нравится Что она живет И умирает А это все Искусственные наркотики То есть наркотики Это все Для меня Натура Это наркотик То есть природа Жизнь Люди Общение Музыка То есть Вот это настоящая религия Музыка Это и есть настоящая Новая религия 21 века На мой взгляд Я никого ему не навязываю Ну, пацаны согласны Ну, вот И О чем я А, ну и о книгах Да, сейчас я читаю Забавную такую книжечку Нашел там В библиотеке У одного разведчика Свастика на сутанах Это Период 30-е годы Начала Фашистской оккупации Западной Украины И там документально Все как бы Расписано Как священники Греческо-католической церкви В общем-то Поддерживали нацистов Собирали для них Солдат Рекрутов Вот этих вот Националистов Бандитов Разных Ну, это серьезная тема Да Ну, забавно Да, очень интересно Я вот был на Украине Забавно серьезный Был на Украине И как бы не мог Не рассказать Не поговорить об этом Следующая грань Твоего таланта Хотелось бы Я в ней поговорить Ты еще и драматический актер Я знаю, что ты участвовал В постановке спектакля Нирвана И играл Курта Кобейн И так далее А что это такое? Как тебе вообще Там хватает на все? Ну, в общем-то Играть было несложно Потому что Кобейн тоже музыкант И я его очень хорошо понимаю И Ну, возможно, да Это трагическая роль Вот Но я играл Такой собирательный образ Больше для меня Вот Там Это был Не только Курта Кобейн Это и Дженнис Джоплин была И Моррисон там И Хендрикс Все, короче И человек из Фундаментал Короче Который недавно умер Там тоже в 27-25 лет То есть Я играл, короче, всех Тех, кто В общем Кто стал жертвой Вот этой вот Любви людей К К тому Как К наблюдению за тем Как умирает Например Вот Кто-то там И поддержка Ну, то есть Мы любим Когда происходит Что-то такое Адское Вот там Сбили Как бы Человек пять Сразу там Милиционер какой-нибудь сбил И вот мы это все Ой, как нам это нравится Еще что-нибудь такое А какие-то позитивные вещи Вот ты вот Раз так Ну, не знаю Там Не знаю Там человек Там сделал Какую-то супер красивую вещь Это все равно Всем Кроме Не знаю Кроме Парочки Там Десятков людей Которые действительно понимают Что это и есть главное сейчас То, что вот этот человек сделал А не то, что показывает Вот этот телевизор Да, условно То есть И они это записывают И вносят Вот этого левшу Очередного Вносят в некий реестр Такой Потому что Это и есть настоящая русская ценность Люди, которые делают что-то И что-то думают Они не те, которые Сбивают пешеходов на тротуарах И не те, которые режут Маленьких девочек И потом насилуют Эти мертвые бедные тела Это не важно Как бы Этого не должно быть Вот я так считаю Должна быть красота И любовь И взаимное уважение И Любовь и дружба Да то сейчас у нас абсолютно точно И секс во всем Абсолютно точно будет Красота в музыке Надеюсь Красота в музыке Кстати, Нек, не забывай Нам телезритель позвонил Что-нибудь из того Мы еще сыграем? Мы можем пообещать? Сейчас опять звонил телезритель Я просто знаю И опять попросил лошадку Ну давай уважим телезрителя Следующая песня Тоже старенькая Из того же альбома Что и Три слова Вот Одноименная песня Супермен Играет музыка Облака Имеют форму слов А слова Форму островов Островов Квадраты и круги И одна Они удалены Над землей Горит мой смелый знак На земле Посажен новый знак Это я Веду свою борьбу И тебя По-прежнему Люблю Пойду До смерти На беду Ждут меня Я нужен Супермен Супермен Я устал Я устал Я так хочу Уснуть И к тебе Под крылышко Под крылышко Принуть Не взимать Тебе И целовать Лишь тебе Любовь Моя Беречь И защищать Войду На смерть И на беду Ждут меня Я нужен Всех Супермен 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 И на беду Горит Мой смелый знак Значит где-то Что-то Вновь не так сквозь огонь Пространство толщу стен Пшусь туда, где нужен Супермен 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 Найк, скажи, пожалуйста, я, ты уж извини, но и телезритель требует, и уж я все-таки проводник между ними Скажи, пожалуйста, я знаю, что очень много было скандалов, каких-то разговоров по поводу песни «Лошадка» Вот чем все-таки эта песня не угодила, что называется? И я знаю, что и Козырев, Миша, по-моему, да, и Дебров, кто только не говорил о том, что про эту песню в негативных тонах Да нет, Дебров защищал ее, по-моему, даже, да Нет, Дебров, он все время ко мне относился с таким, ну, с симпатией некой Вот, и я у него играл в передачах и с Максом живьем, и антропология Антропология, да Вот, и там мы исполнили один раз в жизни, сыграли песню «Как дела» в таком, в электрическом хард-роке А по поводу, почему ее так, ну, скажем так, заглумили в свое время Ну, наверное, потому что она действительно правдивая, вот, и она вставляет, в отличие, там, от песен, ну, как вот ее сравнили с «Мамой марихуаной», там Да, да, да Или опиум курить, там конкретная пропаганда идет наркотиков, а у меня нет никакой пропаганды абсолютно У меня песня аллегорическая, вот, наркотик – это современная иллюзия, такая же, как деньги, такая же, как религия Это все, ну, вещизм Но все равно же пришлось переделывать, все равно же, я знаю, некоторые радиостанции пустили именно с этим словом в эфир эту песню, а некоторые все-таки заставили И сыграли такую, в общем-то, мне кажется, злую шутку с людьми, потому что очень большинство людей восприняли ее, как лошадку, везучую героин, как бы, то, что в нашей стране был очень популярен в 90-х годах, это наркотик И поэтому многие восприняли это, как сигнал к некому действию Вот, очень многие считают, что то, что меня там, как бы, я там падаю на сцене часто, или там меня начинает как-то вот кружить, или что-то там начинаю там как-то странно себя вести И многие воспринимают, что я вот постоянно чем-то удолбан, какими-то наркотиками И что самое смешное в этой ситуации, что я никогда даже не употреблял тяжелых наркотиков, то есть, как бы, ни героин, ни пробовал, ничего такого То есть, а люди, они за счет меня, видя, как бы, что я вот, как бы, типа, такой какой-то там себе придумывают, что и оправдывают свои собственные какие-то вот эти вот мелкие зависимости, которые, в общем-то, не могут, с которыми не могут справиться И видя человека, которого они, ну, условно уважают или воспринимают то, что он им говорит, они, конечно же, вешают на него свою вот эту кармическую там ересь Вот, а я, собственно, даже не знаю, что это такое Тогда скажи, пожалуйста, вот насколько все-таки музыка, да, и наркотики, я знаю, это вечная тема, музыка, наркотики, насколько это совместимо? Да, все совместимо, в принципе, на самом деле, в общем, ко всему можно привыкнуть и со всем можно смириться То есть, это такая человеческая особенность, как бы Давай перейдем тогда к здоровому образу жизни Я вот по поводу здорового образа жизни наступила, как бы, сейчас начинается, уже началась эра Водолея Как бы это эра просвещения, то есть Иисус ушел, все, эра Христа закончилась Начинается эра Водолея, то есть это эра просвещения, эра, когда мы откажемся от мяса Когда мы научимся понимать язык животных, научимся путешествовать между пространствами, измерениями, сжимать время Время перестанет иметь вот эту вот циферблатную, как бы, суть некую Вот, и сейчас, я так, как бы, понимаю, эта история началась еще в конце прошлого века, 20-го Не круто быть музыкантом и наркоманом, или алкашом, там, не знаю, как идут, бухать, выходить, вот это все Модно вот просто быть, не то, что модно, это круто, быть трезвым, здоровым, адекватным и позитивным То есть нести, нести вот это вот не на себя, а из себя, как бы, вот это вот круто И, как бы, я представляю, вот, у меня никто вообще не торчит, не бухает, вообще, вот, никто В группе у меня, ну, как бы, даже, вот, если у меня в райдере написан вискарь, там, в гримерке То он часто остается не выпит, то есть он забирается тем, у кого день рождения ближе всего Кстати, по поводу день рождения, ты же близнец? Да Вот, что в тебе уживается? Какие разные люди уживаются тебе в близнецах? Ну, ты, мы вначале об этом говорили, и ХЗ, и инфекции, вот, что я сейчас делаю, и театр, и живопись даже в последнее время немножко Но, как бы, это так, пока я, вот, ищу свой стиль Тогда, может быть, ребят, вопрос так, Сергей, вот скажи, Найк уже о многом говорил, и я знаю, что он требователен к себе Скажи, Найк требователен, как музыкантом? Пока он не видит Ну, это правильный адрес, на самом деле, для вопроса Да? То есть он также требователен ко всем остальным, кто его окружает, как и к себе Я понял, можешь не отвечать Найк, сыграем лошадку Ну, будь добр Ну, у вас, пожалуйста, тысячи наших телезрителей, которые сейчас собрались у экранов на нашем телеканале Видное ТВ 541-2540, это я упрашиваю Найка, чтобы он спел лошадку 541-2540, телефон прямого эфира А Найк пока готовится, 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 а мы потираем, потираем, потираем руки Ну, хорошо, лошадка И так, лошадка И мою ношу достанет день, и я ее брошу Я маленькая лошадка, но стою очень много денег Я везу свою большую повозку с тобой на этот берег Мне хочется плакать, мне хочется смеяться Мне хочется прыгать, валяться и брыгаться Чтобы были друзья или хотя бы один Но я работаю, как по моей тележке кокаин Я умру очень рано, я знаю об этом Может быть не весной, может быть ранним летом Я люблю слышать песни и костра нюх и дым Но нельзя мне отвлекаться, я везу свою большую Я маленькая лошадка, и мне живется не сладко Мне трудно нести мою ношу Останет день, и я ее брошу Я маленькая лошадка, но стою очень много денег Я везу свою большую повозку с тобой на этот берег Я устала ужасно, я хочу отдохнуть Есть мешков десять сена и надолго уснуть Я хочу к перелетным птицам глиниться в глин Но работа важнее за спиной кокаин Мне противно и трудно, нельзя отступить Хоть и хочется есть, хоть и хочется пить Мы когда-нибудь за это в воском пламени сгорим Но все это потом, а в данный момент Я маленькая лошадка, и мне живется не сладко Мне трудно нести мою ношу Останет день, и я ее брошу Я маленькая лошадка, но стою очень много денег Я везу свою большую повозку с тобой на этот берег Я маленькая лошадка, но стою очень много денег Мне обидно и капают слезы Как мне под ноги кидают розы Когда люди на улицах и в окнах квартир Меня встречают и устраивают мир на весь мир Мне рады даже малые дети Мне машут даже деревья Меня приветствуют все Все как один Я привезла и новый кидаю Я привезла хоккей Я маленькая лошадка, и мне живется не сладко Мне трудно нести мою ношу Настанет день, и я ее брошу Я маленькая лошадка, но стою очень много денег Я везу свою большую повозку с тобой на этот берег Я не знаю... Я не знаю... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Хочу передать привет всем ребятам, с которыми я играл здесь в городе, когда-либо вообще пересекался, и всем позитивным ребятам в городе Видное и девушкам всем хочу передать привет и пожелать всем счастья, любви и здоровья. Вот, и следующая песня для вас, для всех. Ради любви. Тогда я буквально одну секундочку займу ваше время. Дорогие друзья, Найк Борзов сегодня в эфире на телеканале Видное ТВ. Прощаюсь с вами, до свидания. Все это ради любви. Пошумим немного. Этот канал Этот город Эта страна Эта планета Все это ради Любви Любви Здравствуй, счастье мое Я так спешил к тебе, ты видишь, как устал я Длинен и труден путь ваш мир из подсознания Здравствуй, счастье мое Здравствуй, радость моя На розовом комаре На розовом комаре Я добирался к тебе Здравствуй, радость моя Может быть, я изменился так Стал поменьше и опять Знай, что это все Ради любви Солнце и цветы Ради любви Больше никого Мы одни Поцелуй меня И больше никогда Не уходи Здравствуй, убийство мое Я умираю Давно И сейчас Мой близок Мой потолок Уже вчера Был слишком низок Чтоб Распохнуть Оно Чтобы Вдохнуть Аромат Цветов и трах Лето Солнечного света Всего того За счет чего Живет планета Здравствуй Тебе Я очень рад Сколько б не было Нам дни Давно Я хочу сказать тебе О том Знай, что это все Ради любви Солнце и цветы Ради любви Давай Больше никого Мы одни Поцелуй меня И больше никогда ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА